Лабиринт невозможно пройти, если вы внутри лабиринта, но, то есть, естественно, вы будете тыкаться, тратить свои годы, свою жизнь, свою энергию на то, чтобы найти этот выход. Откуда вы точно увидите, где выход? Это когда вы возноситесь, когда вы смотрите сверху. То есть, это и есть подсказка, что вы должны увидеть это со стороны. Поэтому и говорится фраза библейская «Будьте в мире, но не от мира». Я тоже уже об этом говорила, я часто говорю. И еще хочу привести такую фразу. Я тоже часто ее упоминала, когда писала постель. «И если Господь не строит дома, напрасно трудится строящий его». И вот если посмотреть внимательно, о чем эта фраза, не точный посыл, точный алгоритм. Если не произошла встреча с Господом, не вот этим дяденькой на небе, как я уже говорила, который там пришел, устал и откуда-то спалил, с облаков, сидит, курит, пьет чай, наблюдают за бедными людьми внизу. Нет. Когда человек обнаруживает внутри самого себя источник, суть, свет, сознание бытия самим собой, причем обнаруживает не так, что-то сучно, что-то дождь, сучно, слушай, где-то внутри, вот где-то прямо сейчас даже почувствую, что-то даже кушать захотелось. Нет, конечно, это утопия, абсолютная утопия, абсолютная игра, ни к чему это не привезет.